здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я лика девчонки не откладывая в долгий ящик даже маечку вяжем красивая мне нравится пробежалась я по город в городе по магазинам расстроилась потому что купить у меня нечего выбора нет единственное что я нашла такое чтобы было и у вас приблизительно чтобы вы понимали из чего я вижу так вот это вот эту пряжу на к как правильно читать как коллега земли вот составе у нее 49 процентов хлопок 49 процентов премиум акрил и 2 процента полиэстер это 2 процента люрексовая нить я ее купила потому что у меня не было выхода другого какой выбора не было стоит она кстати 70 крон это чешских крон это где-то три с половиной доллара чуть меньше 320 где-то приблизительно это ориентировочная говорю для того вот так называется и номер цвета номер цвета где его смотреть вот так номер цвета 1087 4s е партия понятное дело партия у вас будет другая ну да ладно вот вот смотрите вам не сказала ориентировочно если вдруг вы будете другую 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 100 граммах 240 метров рекомендуемые спицы 4 4 с половиной но спицах я сейчас скажу свое мнение вот я немножечко изменила в общем эта рекомендация то что они рекомендуют это одно то что делаем мы это совсем другое но что я вам хочу сказать девчонки я не хотелось люрексом я хотела возможно какую-то другую немножко пряжу больше метражом чтобы она была потоньше но я когда связала образец я успокоилась мне он очень нравится вот эта пряжа она везде ли очень приятная во первых и во вторых очень красивой вот этот люрекс кстати вот здесь как нигде он кстати он очень хорошо нежно смотрится знаете не навязчиво вот так вот не не похабно вот очень нежненько очень красиво так что пряжу вы можете заменить на любую другую можете использовать именно эту чтобы было точно так же как у меня под видео я оставлю ссылочки на такую пряжу я постараюсь найти в украине в россии в общем придите по ссылке посмотрите посмотрите на цены возможно вы найдете дешевле где-то в магазинах кто не не имеет возможности как я в магазин рядом то лучше заказать через интернет вот что касается пряжи в любом случае девчонки вязать мы будем считать на любую пряжу потому что плотность вязания у всех разная поэтому не будем привязываться на плотность вязания не будем привязываться на пряжу потому что я считаю во первых считать надо учиться это нам нужно для любой и любого изделия во вторых если считать на свою плотность на свою пряжу то вы более попадаете в размер хотела изначально я конечно сделать расчет на разные размеры потом подумал все таки логичнее как бы и правильнее считать уже на вашу плотность и так связала я вот этот вот образец спицами 33 миллиметра вот они я ими сейчас буду вязать я подготовила 3 миллиметра и 4 миллиметра я думала свяжу кусочек 3 миллиметра а потом кусочек 4 миллиметра и сравню но я вот смотрите связала спицами 3 и я больше через четверкой даже не захотела вязать мне нравится вот так вот она и не расхлябана растянута и и и и не плотно в общем как раз волатая середина и дырочки хорошо выразительно будет видно все мне нравится вот именно так спицами тройка значит я вижу это и про же спица тройка я думал что все таки я изменю на четверку но нет не буду мне нравится так и теперь что значит 43 петли у меня здесь это у меня восемнадцать с половиной сантиметров считаем вы тоже вяжите образец 18 с половиной это 43 петли так это сантиметры это петли теперь девчонки меряем окружность окружность груди у меня девяносто три сантиметра вот видите а бедра у меня 100 помните как я считала это говорю для тех у кого грудь больше что мне писали у меня грудь меньше чем бедра значит здесь у нас девяносто три сантиметра то нам нужно набрать сколько нам нужно набрать петель сейчас мы с вами решим я у нас калькулятор так это нам не нужно значит восемнадцать сорок три умножаем на девяносто три вот здесь вот эти два числа мы умножаем сорок три умножить на девяносто три равно и делим на восемнадцать и пять восемнадцать и пять это одна и та же схема формула по которой мы рассчитываем значит вот выходит у меня ой ой так снова чтобы двести шестнадцать по моему там было не успела посмотреть 43 умножить на девяносто три равно и разделить на восемнадцать и пять восемнадцать и пять равно двести шестнадцать петель двести шестнадцать что по поводу вот этих вот петель петель это мы четко рассчитали петли на вот это на девяносто три сантиметра значит что у нас 216 сейчас вот эти сотые не будут 216 разделить на 4 равно 54 то есть число петель должно быть кратно четырем потому что у нас 4 отсека да на маечке у нас здесь вот идут 1 2 вот передняя деталь 2 и такие же два отсека сзади то есть 4 то так с 4 почему на 4 это я объясняю почему делим на 4 216 разделить на 4 равно 54 петли так это каждая часть и еще нам нужно добавить две петли которые будут по бокам там мы будем провязывать по 3 вместе это ориентировочно девчонки если у вас допустим вот это число которое здесь получилось больше или меньше то либо вот в общем округляйте округляйте плюс до того момента пока не будет делиться на 4 и еще две петельки вы добавите то есть у меня это 216 это я не правильно 2 2 петли мы добавляем к общей сюда мы добавляем две петли это 54 у нас получается здесь что мы с ними будем делать час я вам скажу его мне нужно набрать 218 петель то есть число петель кратное 4 плюс 2 петли набирать я буду девчонки знаете мой любимый вот этот вот способ не знаю показывать ли каждый раз но наверное покажу ладно пусть пусть будет это уже видео подробно чтобы вы никуда не переходили и не не искали не смотрели дополнительных видео так значит тогда я набираю 218 петель так и так 218 петель у меня на спица я еще набираю одну дополнительную петлю сейчас посмотрите зачем она мне сейчас не теперь равномерно распределяем чтобы не было у нас перекручено и соединяем в круговое вязание да я по моему даже не сказала за что я собираюсь вязать в круговую ну то это и понятно так смотрим смотрим внимательно потому что здесь очень важный момент значит теперь вот эту дополнительную петлю мы просто через нее протягиваем первую петлю и таким образом соединяем здесь подтянем так отлично и отсюда начинаем вязать один круг мы вяжем резинки один на один видим таким образом у нас красиво соединилась здесь все потом этот хвост мой просто проденем и так вяжем круг резинку 11 1 лицевая 1 изнаночная так вот кружочек я один дохожу довязываю теперь мы сделаем наш красивый край для этого лицевую петлю вводим кто не знает я думаю все кто со мной давно уже знают этот способ спицу вводим выводим как бы сзади и подхватываем лицевую петлю и переносим ее вперед провязываем лицевую изнаночную провязываем обычным способом лицевую снова подхватываем сзади и переносим вперед и после этого провязываем благодаря вот таким вот нехитрым манипуляциям у нас получается совершенно красивейший край без никаких усилий без бросовых нитей дополнительных и ничего такого заумного вот так я прохожу круг и так провязала я по кругу что-то мне кажется что много петель я набрал может мне кажется ну в общем вижу дальше потом посмотрим но это вообще-то вот эта скрутка она вначале растягивает не пугайтесь потом она станет на место смотрите сейчас она в таком виде растянута потом эта резинка становится на место но резинку вот видите здесь я связала такую повыше но я такую не хочу я хочу еще провязать два ряда и хватит просто чтобы была вот эта кромочка из резинки и далее уже перейду к узору то есть я еще два круга провяжу резиночкой и хватит больше я не хочу на этом я закончу далее мы с вами распределим узор и вяжем дальше и так девчушки я провязала еще два ряда и вот мне достаточно мне это нравится сантиметрик внизу будет резиночка и дальше основной узор и разделила я петли каким образом девчонки сейчас будем рисовать значит разделено на четыре части вот здесь у меня боковушки по одной петле две петли которые мы добавили да вот я их обозначила вернее я их вот так вот закрепила именно вот эту вот петлю за петлю это у нас боковушка и теперь все остальное вот здесь пополам 54 54 54 54 это эти это вот цифра которую мы считали когда считали кратно ли четырем то есть все количество петель минус вот это вот мы разделили на 4 части и по 54 разделила я вот эти вот сектора то есть это дополнительная одна петля прикреплена за петлю она у нас по бокам вот здесь и здесь а здесь у меня просто отделено 54 петли и теперь нам нужно схема кстати есть в сообществе я оставлю под видео ссылочку на схему где вы мы которую вы можете сохранить либо вот за скриньте если вам хорошо видно попробуйте за скринь если нет есть инстаграме есть в сообществе в фейсбуке везде я ее выставила вот эту вот схемку узора то есть на узоре мы не останавливаемся нам нужно распределить вот эти рапорты по 10 петель здесь у меня будет две петли по центру это то что я говорила в первом видео там где я ошиблась я все-таки сделаю так как в оригинале и разделено у меня вот здесь то есть одна петля уходит сюда одна петля уходит сюда то есть 54 петли мы пляшем от вот этой вот центральной не отсюда отсюда то есть рапорт у нас из 10 петель вот здесь вот у нас 10 петель в рапорте плюс одна петля которая уходит на центр это из этих 53 петель далее после маркера у нас одна петля которая уходит на центр и прящим по деле с десяти петлям значит что это значит у нас 54 петли сектор 1 петля уходит сюда отсюда и 1 петля уходит туда отсюда это центральные две петли то же самое здесь одна петля уходит из этих 54 и 1 петля из этих 54 здесь у нас по итогу будет центральные две петли значит у нас остается 53 петли это 5 рапортов 5 рапортов и плюс 3 петли которые мы просто сейчас провязываем мы пока в узор не будем вклинивать она у нас она у нас клинится потом потому что у нас идет именно сторону сбоку значит что я делаю лицевой петлей провязывая вот эту центральную она у нас тоже к узору не относится и вяжу три петли 1 2 3 это те петли которые у меня лишние вот далее иду по схеме по рапорту 8 лицевых 2 вместе накид и так пока не приду к маркеру то есть пять раз у меня будет 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 2 вместе с уклоном вправо накид и снова рапорт 1 2 3 4 5 6 7 8 2 петли сейчас поверну вот эту с уклоном вправо накид и снова рапорт 1 2 3 4 5 6 7 8 2 вместе с уклоном вправо накид последний пятый раз накид и осталась одна петля это та петля которую я вам говорила вот она одна петля до маркера накид 1 лицевая после маркера еще одна лицевая которую мы оставляем на центральную линии двух петель вот и теперь мы делаем то же самое только в зеркальном отображении теперь у нас уходят сюда полосы это значит что мы делаем накид 2 петли вместе с уклоном влево 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 накид все вместе с уклоном вправо 6 1 2 парк naught накид 2 вместе раз 1 2 3 4 5 6 7 8 накид 2 вместе с уклоном влево 8 лицевые 2 петли вместе с уклоном влево 7 2 вместе с уклоном влево 9 лицевые петель 1 2 3 5 6 7 7 8 окни вот меня осталось 3 петли здесь мы можем сделать раппорт у меня здесь закончен здесь мы можем сделать накиды вместе то есть начать следующий рапорт но так как это всего три петли я этого делать не буду если у вас в остатке остается допустим 8 петель то вы уже начинаете делать следующий раппорт то есть следующий ряд этих дырочек я же не буду делать я их просто провяжу вот вот она центральная петля боковая и по сути я провязала половину теперь я тоже самое повторяю здесь у меня три раз два и далее пошли раппорты которые я посчитала это три как три петли которые у меня лишние ну поверх раппорта 1 2 3 4 5 6 7 8 так и последний вот смотрите по центру две петли вместе накид и здесь лицевая и еще одна лицевая после маркера и снова повторяем раппорт только теперь в левую сторону вот пользуемся вот этой вот схемой для начала потом у вас уже автоматически это все будет так и последнее видеть здесь же я не делаю здесь 3 но видите автоматически уже накид 2 вместе 8 отчитал то здесь у меня не 8 11 петель до бока теперь второй ряд изнаночный ряд у меня здесь не обозначена схеме мы вяжем ориентируемся вот на эту нить у нас начало ряда второй ряд мы вяжем изнаночными петлями все петли включая накид все 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 петли мы вяжем изнаночными то есть это платочная вязка в круглую и далее вяжем по схеме вверх до троймы еще покажу вам там боковушки как у нас сходиться боковые швы боковые вот эти вот вернее накиды дорожки из накида в боковом шве будут сходить сейчас я вам еще покажу довяжу до этого момента и покажу так девчонки провязала я немного хочу вам показать чтобы не заканчивать видео как бы только у набора петель чтобы вам было немного понятно значит вот мы и все моем все изделие вот здесь маркеры которые были прицеплены за петлю я оставила длину она в принципе и достаточно вот он узор все прекрасно видно что хочу сказать очень важно слушайте значит я просто смотрела смотрела на вот эту вот модель оригинала девчонки если вяжите дочечкам внучечкам худеньким маленьким девочкам то от окружности груди отнимайте еще 5-7 сантиметров чтобы была такая более в облипочку мальчика для нас же вот я набрала так как бы один к одному чтобы была свобода складочки там скрылись так скажем вот для молодежи конечно же лучше в обтяжку чтобы она была по тельцу красивому вот мы же скрывали вернее скрываем только те кому надо скрывать вот кому не надо то не вяжем тоже в обтяжку так это по поводу набора петель то есть да понятно если в обтяжку от окружности груди отнимаем 5-7 сантиметров можно даже 10 платочная вязка вы знаете тянется достаточно хорошо и в обтяжку она будет как бы очень красиво вот пряжа я безумно невероятно довольная правда довольно выглядит очень красиво совершенно не колется вообще вот на ощупь приятное приятное потому что люрекс он имеет свойство как бы покалывать иногда так что еще хотела не сказала я набрала взяла 3 мотка и вот сейчас вот видите сколько я провязала это у меня ушел один моток 2 я только привязала вот поэтому смотрите меня где-то размер мл на границе и вроде бы еще не л и вроде бы уже больше чем 93 окружности груди вот так вот три ботка если совсем sxs маленькая на девочку подростка или худенькую девочку то 2 мотка с головой хватит вот а если еще больше то возможно 4 тоже зависит от длины я короткую не хочу поэтому ориентировали ориентируйтесь на 23 мотка по расходу пряж именно вот этой вот вот еще хотела сказать вот по узору как у нас выглядит по центру вот они две петли которые я оставляла по одной возле вот этого маркером и от него расходятся то есть все следуем схеме здесь вернее отталкиваемся от вот этого вот центра а здесь она сама по себе по бокам вот видите она сойдется в нужном месте там где одна петля там накид 3 вместе накид здесь у нас эти линии полосы сходятся то есть это понятно они сойдутся так и так произвольно тут уже считать ничего не нужно вот то есть важно чтобы здесь все было по схеме равномерно начинались как бы вот эти вот дырочки и принципе я пока вижу высоту постараюсь как можно быстрее до конца этой недели все уже чтобы у вас было то есть вы можете смело начинать вязать вот это вот все считать вязать до проймы пока вы свяжете я уже вам предоставлю вторую половину этого видео вот еще я не знаю как как буду обрабатывать еще подумай скорее всего что я намочу и высушу просто потому что платочная вязка она тоже так провисает а я хочу именно вот такой вот правильную платочную вязку поэтому скорее всего что я намочу постираю и высушу на плечиках вот это возможно нет еще вам скажу это так мои мысли я озвучиваю предварительной вот и что еще сделаю но это будет во второй половине видео сделать шире плечики опять же для девушек постарше таких как я лишь плечики пошире желательно на мой взгляд если хотите тоненькие делайте тоненькие я все это этот нюанс оговорю потом во втором видео в продолжении вот но пока пока вы вяжете до проймы вот таким вот образом единственное кто но это над новичкам я бы не рекомендовала делать обижите все равно вот это платочная вязка она объяснит в вашей фигуре потом со временем вот так вот провисит вот кто хочет прям сделать линии красивые линии фигуры то конечно по бокам здесь нужно убавлять в боковом как бы шве в точке бокового шва нужно уходить на место талии но это для опытных которые и и так понимают как это сделать если вы опыт на эту вы эти как бы рельефы сделаете фами а я же это видео предназначено для новичков вот девчоночки все вяжите с удовольствием не пожалеете я довольно конечно и хотя у меня говорю у меня сейчас времени вязать совершенно нету большие вещи ну маечку я справлюсь поэтому там с удовольствием я давно не вязала большие вещи и прям уже мне в кайф такой как именно идет процесс я думаю вы заметили что последние пару недель у меня обзоры узоры такое вот но не переживайте скоро будет где-то буквально через дней десять я уже освобожусь у меня просто большой переезд и и у меня правда нету времени просто вязать небольшие вещи поэтому пожалуйста поймите меня и смотрите пока то что чтобы не умер канал вот но дни через десять уже все будет по старой навещенной схеме вот все все будет все будет и проектов очень много и планов очень много все девчоночки бежите пока до проймы а потом до конца недели я максимально понедельник это самый поздний срок понедельник я вам предоставлю вторую половинку но я думаю воскресенье точно с утра она уже будет все девчоночки на сегодня все наболталась я сегодня непривычно вот я с вами прощаюсь движите с удовольствием с вами была века школа рукоделия всем пока пока